Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 ноября. Память святого Якова, епископа ростовского. Святой Яков был родом из Ростовской области, в раннем возрасте принял иночество и за свою благочестивую жизнь удостоился поставления в епископа ростовские при митрополите Пимени и великом князе Дмитрию Иоанновичу Донском. Но епископом ростовским он был недолго и оставил кафедру по следующему случаю. Одна женщина обличена была в беззакониях, и ростовским князем и боярами ростовскими осуждена была на смертную казнь. В своем несчастье она прибегла к ногам ростовского святителя Якова и молила избавить ее от смерти. Святой Яков жалился над ней и, подражая Христу, который не осудил приведенную к нему блудницу, не выдал на казнь осужденную женщину, а назначил ей особое место для покаяния до конца ее жизни. За таковой поступок князь ростовские граждане разгневались на святого Якова и изгнали своего добра пастыря с престола. Удаляясь из города, святой Яков подошел к берегу ростовского озера и, сняв с себя свою святительскую мантию, положил ее на воду и, осенив себя крестным знаменем, встал на нее и поплыл по озеру. Проплыв персты полторы за город, он снова вышел на берег на том месте, где теперь находится Яковлевский монастырь. Это необычайное чудо изумило князя и народ. Все поняли, что несправедливо и жестоко поступили со своим святителем, просили о прощении грехов, и со слезами умоляли его возвратиться на свой святительский престол. Святитель по своему незлобе и кротости простил им тяжкий грех ниш. Он никогда и ни на кого не мог гневаться, но возвратиться на престол решительно отказался. На том самом месте, в полутора верстах от города, где святой Яков вышел на берег, он построил себе одинокую хижину и стал в ней жить. У святителя было много почитателей, и многие из них стали приходить к нему для жительства. Тогда он соорудил келии для братьев, а затем и церковь во имя зачатия святой Анны. В этом монастыре святой Яков окончил и дни свои в 1392 году. Во время святительства Якова в Ростове появился эритик именем Маркиан, который учил не поклоняться святым иконам, называя их идолами, и рассеивал иные нечестивые мысли. Своим красноречием и книжной ученостью он привлек к себе внимание ростовского князя, бояр и народа. Но святитель ростовский Яков в присутствии князя и народа учинил с эритиком прения и обличил его в же учение, так что эритик со срамом удалился из Ростова. Мощи святого Якова почивают в основанном им монастыре, именуемом Яковлевским, в честь его основателя. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok